Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на очень классный игровой ноутбук под названием Lenovo Legion 5. Поехали! Итак, начнем по порядку, и почему же я решил взять на тест именно Legion 5. Ведь на рынке есть множество других игровых решений от тех же MSI, Asus, HP и так далее. Во-первых, я уже тестировал их ноутбуки, и они мне понравились. Я сейчас говорю о Lenovo IdeaPad 5, у меня, кстати, на него был обзор на канале, можете посмотреть, если не видели. И да, это было не игровое устройство, и как раз таки поэтому я и решил взять что-то более мощное и производительное от компании Lenovo, чтобы посмотреть, как они справились с машиной, которая должна себя хорошо показывать в играх. Ну и, естественно, я не мог не обратить внимание на то, что многие обзорщики говорят о том, что Lenovo Legion это один из лучших игровых ноутбуков, которые сейчас есть на рынке. Ну и плюс у меня самая бюджетная, соответственно, одна из самых популярных комплектаций Lenovo Legion 5. Внутри установлена видеокарта GTX 1650 от Nvidia с 4 гигабайтами видеопамяти на борту, процессор AMD Ryzen 5 поколения 4600H, 6 ядер, 12 потоков, 8 гигабайт оперативной памяти и SSD диск на 250 гигабайт. Немного позже я покажу, как все это железо показывает себя в тестах на производительность, ну и, конечно же, в играх их будет много, потому что это все-таки игровой ноутбук. Ну а сейчас мы переходим к внешнему виду и материалам корпуса. Все устройство сделано из приятного на ощупь пластика, и это неплохо, потому что он очень качественный. На верхней крышке он матовый, чем-то напоминает металл, и, конечно же, собирает отпечатки, но, в принципе, это не то чтобы плохо, потому что пока что я не видел ни одного ноутбука, крышка которого не пачкается. Внутри по бокам пластик уже другой. На нем есть какое-то специальное покрытие, напоминает на ощупь, как будто пластик немножко прирезинен, но на самом деле это, скорее всего, такой софт-тач пластик, но он очень приятный на ощупь, практически не собирает отпечатки, но, как мне кажется, через какое-то время он может собрать пару царапин и потертостей, но это не точно. Ну а нижняя крышка сделана из обычного шершавого пластика. На ней есть хорошие качественные ножки, благодаря которым ноутбук не скользит по столу, но и они неплохо так приподнимают его над поверхностью для того, чтобы обеспечить нормальный забор воздуха вентиляторами. И, кстати, как раз-таки над ними есть классная перфорация, которая и выглядит хорошо, и отлично выполняет свои функции. Стоит ли новый Legion 5 примерно 63-65 тысяч рублей за комплектацию, которая у меня сегодня в обзоре, ну а предоставили мне этот ноутбук ребята из магазина Play.ru, за что им большое спасибо. У них большой ассортимент товаров, хорошие цены, и если вы захотите купить себе ноутбук, на который я сегодня делаю обзор, вы сможете это сделать по ссылке из описания. Ну или же просто переходите к ним на сайт и посмотрите, что у них продается, возможно, там будет то, что вы так давно искали. Ну а мы продолжаем. Весь ноутбук собран отлично, к сборке у меня нету никаких претензий. И, как вы уже могли заметить, верхняя крышка довольно-таки толстая, она держится на массивных петлях. И, конечно, с одной стороны это не очень здорово, потому что от этого ноутбук не становится тоньше и легче, но с другой, благодаря этому крышка ноутбука практически не прогибается и выглядит очень прочной. Да и в целом, если говорить про габариты и вес ноутбука, то можно сказать, что для своей диагонали, это 15,6 дюйма, он не кажется огромным, и когда берешь его в руки, становится понятно, что большие громоздкие игровые решения это уже в прошлом. Весит он 2,3 килограмма, плюс еще примерно 250 грамм будет весить зарядный блок, но и толщина в самом толстом месте составляет примерно 22,24 миллиметра. И да, это не ультрабук, но и вы должны понимать, что внутри установлена полноценная видеокарта GTX 1650 с очень хорошим охлаждением. И, кстати, давайте на него посмотрим. Внутри располагаются два охлаждающих вентилятора, от которых идут медные трубки на процессор и графический чип. И когда мы перейдем к тестам, я покажу вам, как ноутбук шумит в разных режимах охлаждения. Также можно заметить, что оперативная память не распаяна на материнской плате, то есть в дальнейшем ее можно будет заменить. В моей комплектации 8 гигабайт оперативной памяти установлены одной плашкой, и кто-то скажет, что это не очень, лучше, чтобы она стояла в двухканальном режиме, то есть 2 по 4, но я скажу, что на самом деле это не так, потому что когда установлена одна плашка на 8 гигабайт, намного проще просто купить еще одну такую же, и у вас уже будет 16. Также мы можем заметить SSD-накопитель, который сразу же установлен в пятом легионе, его также при необходимости можно заменить, ну и конечно же производитель предусмотрел дополнительный M.2 слот, если вы, например, захотите поставить еще один накопитель, например, на терабайт, а вам это скорее всего придется сделать, потому что все-таки из начальных 250 гигов, которые идут в этом ноутбуке, для игр мало, тем более из них доступно пользователю всего 197. Ну и батарея, она здесь на 80 ватт, есть еще комплектации на 65, там батарея немного короче, и появляется дополнительное место для обычного жесткого диска, но у нас, по-моему, таких комплектаций практически не продают. Да и я не вижу в них особого смысла, потому что автономность ниже, соответственно ноутбук будет меньше держать заряд аккумулятора, ну а вместо жесткого диска всегда можно поставить дополнительный SSD, который будет намного лучше, хоть и немного дороже. Теперь перейдем к портам, и здесь все в этом плане очень даже хорошо. Четыре USB третьего поколения, два располагаются сзади и по одному, по бокам и тот, который находится слева, он с постоянной подачей питания, то есть даже в выключенном состоянии ноутбук сможет через него заряжать, например, ваш телефон. Также сзади располагается USB Type-C с поддержкой DisplayPort, то есть через него можно будет подключить ноутбук к какому-нибудь внешнему монитору, ну и также через него его можно будет и зарядить, правда для этого вам придется прикупить мощный блок питания. Ну и конечно же здесь есть HDMI 2.0 и RJ45 для того, чтобы вы смогли подключить быстрый проводной интернет или же какое-то другое сетевое оборудование. И чуть не забыл, с левой стороны располагается комбинированный аудиоразъем. Перейдем к клавиатуре. Она здесь полноразмерная, есть цифровой блок и у нее очень приятный отклик. Многие говорят, что она чем-то напоминает фирменную клавиатуру из линейки сингпадов, тоже от Lenovo, но я ей не пользовался, поэтому сказать не могу. У нее есть два уровня подсветки, она хорошая, яркая, мне понравилась. И сами клавиши сделаны из приятного матового пластика черного цвета. Тачпаду у меня тоже нет вообще никаких вопросов, потому что для игрового ноутбука он просто отличный. Им приятно пользоваться, его хватает для каких-то базовых задач, для того чтобы например зайти в браузер, что-то посмотреть, полистать. И что самое главное, он не шумит, он никак не болтается и сделан максимально качественно. Но опять же, как я говорю во всех обзорах Windows ноутбуков, до уровня MacBook ему еще далеко. Сверху есть кнопка питания, она по центру, ее сразу видно, в ней к сожалению нету сканера отпечатков пальцев, но зато в ней есть специальный светодиод, который показывает какой режим охлаждения в данный момент включен в ноутбуке. Теперь переходим к экрану и могу сразу сказать, что он один из лучших в данном ценовом сегменте игровых ноутбуков. В Legion 5 Lenovo поставили IPS матрицу с Full HD разрешением 1920х1080 с частотой обновления 60 Гц. Перед тем, как я вам начну перечислять все оставшиеся характеристики, расскажу о качестве экрана, хочу вас предупредить, когда вы перейдете на сайт с этим ноутбуком и перейдете в описание, зайдете в характеристики и начнете смотреть тип матрицы, не пугайтесь, что там не написано IPS. Просто не всем производителям разрешено использовать название IPS в своих матрицах, но здесь установлена как раз таки она. Яркость экрана составляет 300 нит и в принципе этого достаточно для комфортной работы, но все-таки если вы собираетесь использовать ноутбук где-то на улице, то здесь вам конечно этого не хватит. Цветовой охват здесь 100% из RGB, но как показывают тесты, конечно это немножечко не так и на самом деле это примерно 75-80%, но в принципе для игр этого все равно более чем достаточно. Но если вы вдруг профессионально занимаетесь цветокоррекцией, я думаю вы сами понимаете, что для вас такой ноутбук не подойдет. Либо же сразу позаботьтесь о том, чтобы купить дополнительный монитор для этого ноутбука, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Диагональ экрана здесь 15,6 дюйма, хорошие углы обзора и в принципе даже по углам нету особо сильных засветов. Как это есть у многих аналогов от других производителей. И по поводу 60 герц могу сказать, что да, хотелось бы видеть 144, но как человек, который работает вот и прямо сейчас пишет этот обзор на мониторе 144 герца, я могу сказать, что я без проблем пересаживаюсь за этот ноутбук со своего основного компьютера и не вижу практически никакой разницы. Нужно привыкнуть буквально 1-2 минуты и все окей. Да и не будем забывать, что с таким хоть и неплохим железом вы получите больше 100 FPS далеко не в каждой игре. Поэтому я считаю, что матрицы на 60 герц в игровом ноутбуке более чем достаточно. И кстати, сверху располагается веб-камера. У нее, как и у других ноутбуков Lenovo, есть специальная шторка для того, чтобы за вами не подглядывали в случае чего. И для многих это может оказаться большим плюсом, в том числе и для меня. Качество записи у нее обычное и мне кажется, что для каких-то дистанционных занятий или же работы она подойдет. Ну и теперь, когда я рассказал вам практически все о данном ноутбуке, мы можем перейти, наверное, к самому интересному. Это тестам в играх и бенчмарках. Результаты в Geekbench 5 и Cinebench вы сейчас можете видеть на своих экранах. И отдельно я бы хотел еще выделить встроенные SSD накопители, а точнее его результаты в Crystal Disk Mark. Они сейчас также на экране. И я могу сказать, что скорость у данного накопителя действительно неплохая. Это примерно 3500 на чтение и 2200 на запись. И с такой скоростью ноутбук работает очень шустро. Еще я пробовал монтировать в Adobe Premiere Pro на этом ноутбуке. К сожалению, я это не заснял, но могу сказать, что с Full HD и даже 4К исходниками железо, которое здесь установлено, справляется. И брать Lenovo Legion для монтажа можно. Я могу вам советовать данный девайс для такой работы, но будьте готовы к тому, что все-таки для профессиональной цветокоррекции экран, который в нем установлен, не подходит. Если вам нужно будет покрасить видео, вам нужно будет либо отдельно подключать хороший монитор, либо же делать это очень аккуратно. Ну и теперь самое интересное, игры. Я протестировал 5 довольно-таки тяжелых проектов. Это GTA 5, Resident Evil 8 Village, FIFA 21, Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077. И начнем как раз-таки с него. Скажу сразу, что Cyberpunk это очень требовательная и неоптимизированная игра, и за счет этого она не показывает графику на то железо, которое требуется, например, для высоких настроек. И чтобы нормально запустить этот проект, нужна видеокарточка как минимум RTX 2070, а лучше и 3060-3060 Ti. Но даже несмотря на то, что в 5 легионе установлено обычное GTX 1650, он все равно справляется с этой игрой на минимальных настройках. Стабильно счетчик FPS показывал около 30-33 кадров в секунду, в каких-то загруженных сценах FPS мог проседать примерно до 28-27 кадров в секунду, что тоже не критично, учитывая, что это все-таки бюджетное устройство среди игровых ноутбуков, и оно вам позволяет нормально пройти Cyberpunk, в принципе, без особых страданий. Тем более, как я уже и сказал, Cyberpunk это довольно-таки плохо оптимизированная игра с не очень хорошей графикой, разницы между низкими и средними настройками практически нет. Если выставить уже средний, то FPS будет падать до 25-24 кадров в супернагруженных сценах, ну а стабильно он держится на отметке в 30-31 кадр. И тут я бы уже рекомендовал вам оставлять все на низких и нормально проходить игру в Full HD, либо же вы сможете снизить графику до 720p и выставить, например, средне-средне-высокие настройки, но опять же появляется немножко мельца, поэтому я рекомендую оставить вам Full HD и низкие настройки, и поэтому при таких параметрах игру можно пройти без проблем. Теперь переходим к третьему Ведьмаку, и уже с этой игрой ноутбук от Lenovo справляется просто отлично. Я полностью отключил Nvidia Hairworks, потому что, как по мне, это абсолютно бесполезная настройка графики, которая съедает очень много производительности, и на самых максимальных настройках графики, опять же, при Full HD разрешении, игра показывает стабильные 60 кадров в секунду, когда Геральт находится в каком-то помещении и уже на открытом пространстве или в сражениях, выходит примерно 47-50 кадров в секунду. Если снизить настройки графики до высоких, то уже почти во всех сценах игра показывает примерно 57-58 кадров в секунду, что очень даже хорошо, и именно на таких настройках я рекомендую вам играть. Теперь переходим к Resident Evil Village, тут я, к сожалению, не смог выставить все по максимуму, потому что видеокарта просто чисто физически не сможет вытянуть такие настройки, так как в ней всего 4 гигабайта видеопамяти, поэтому я пользовался уже заготовленными пресетами. И тут я был очень удивлен, потому что в режиме производительности игра показывала стабильные 60 фпс, это, если что, примерно средние настройки, и при этом игра выглядела очень хорошо, она нигде не проседала, никак не тормозила, и картинка была максимально четкой. Особенно учитывая то, что все-таки у ноутбука 15,6 дюймовый экран, а не какой-то здоровый монитор 35 дюймов, на котором больше видно деталей. Но я пошел дальше, выставил пресет баланс, и тут также было стабильно 60 кадров в секунду, иногда были небольшие просадки до 57-58 фпс, что практически незаметно. И при этом, конечно же, картинка стала лучше. В итоге я решил выставить самые максимальные настройки, и получилось, что в наиболее загруженных локациях получалось примерно 42-43 кадра в секунду, ну а в обычных, когда, например, главный герой заходит в какое-то помещение, примерно 53-54 кадра в секунду, но, опять же, с небольшими фрезами и падениями до 40. И, на мой взгляд, это прям очень хорошо, потому что, имея, в принципе, бюджетный игровой ноутбук, вы можете без проблем пройти новую игру 2021 года на очень даже приличных настройках графики. Но и стоит уточнить для тех, кто думает, блин, эта игра сейчас работает на максимуме примерно 45 кадров в секунду на бюджетном ноутбуке, да это же прям вообще вау-круто, но я хочу вам сказать, что все-таки вы должны понимать, что для того, чтобы были реально максимальные настройки графики, нужно 12 гигабайт видеопамяти на видеокарте, а поскольку здесь всего 4, естественно, включалось не все. И на максимальных где-то не было прям такого хорошего сглаживания, еще чего-то, поэтому вы должны это помнить. Теперь переходим к GTA V, и здесь, опять же, никаких проблем, потому что игра очень хорошо запускается, на высоких настройках графики, Full HD разрешение, идет отлично, играть можно. Я с удовольствием проходил миссии в GTA Online на этом ноутбуке, и мне все понравилось. Еще меня немного удивило, что данная машина может работать на максимальной производительности без постоянного подключения к питанию, потому что, когда я запустил игру и решил отключить питание, я был готов к тому, что сейчас ноутбук переключится на встроенный графический чип, и в принципе ничего, работать на максималках не будет, но этого не произошло, и я его взял, лег на диван и играл в GTA V на геймпаде, и причем он не сильно грелся, и его можно было спокойно держать на коленях, и в таком режиме он проработал 1 час 47 минут. И только уже на последних 10% заряда аккумулятора ноутбук переключился на встроенное графическое ядро, и производительность понизилась, как я и ожидал с самого начала, но это произошло на последних 10% заряда аккумулятора, что для меня стало удивлением. Ну и теперь перейдем к последней игре на сегодня, это FIFA 21. И тут опять же все без сюрпризов, максимальные настройки графики, Full HD разрешение, и все работает очень даже хорошо, только единственное, что меня немножко напрягало, это то, что игра показывала примерно 115-120 FPS, хотя по ощущениям было примерно 47-50 кадров в секунду. Я сначала подумал, что может быть у меня глючит программа FPS Monitor, через которую я вывожу всю информацию на экран, это FPS, загруженность процессора и так далее, и включил встроенный счетчик FPS Steam, но там было все ровно то же самое. Но в любом случае играть можно, и это хорошо. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Как по мне, для игрового ноутбука их более чем достаточно, с ними можно нормально играть, но я бы хотел все-таки побольше объема и какого-то баса. Также я хотел бы отметить парочку прикольных фишек у данного ноутбука. Во-первых, экран можно открыть на 180 градусов, это на самом деле полезная функция, потому что когда вы, например, печатаете на коленях или смотрите какой-то сериал опять же лежа на диване, это очень удобно. Ну а во-вторых, здесь есть встроенная утилита Lenovo Vantage. Через нее можно следить за состоянием ноутбука, ну и конечно же управлять устройством. Например, переключать режимы работы кулеров или включать и отключать подсветку клавиатуры. Ну и теперь давайте подводить итоги. Lenovo Legion 5 это отличный ноутбук по соотношению цены и качества. Он очень хорошо собран, здорово выглядит и при этом в нем нету каких-то кричащих элементов и его можно будет спокойно поставить в офисе и никто даже не заподозрит, что на самом деле у вас это игровой ноутбук и вы можете вместо работы играть, например, в новый Resident. Одним из его главных плюсов является система охлаждения, которая очень хорошо работает и дает железу раскрыться по полной. За все время тестирования он у меня ни разу не нагревался до такого состояния, что его было невозможно держать на коленях даже во время игр. И при всем при этом он довольно-таки тихий, если вы, например, не будете играть, а будете спокойно сидеть работать, например, в том же Word, Excel или просто сидеть в браузере, вентиляторы вы даже не услышите. Еще у него есть все необходимые порты, хорошая клавиатура, неплохой дисплей и я могу с уверенностью рекомендовать данное устройство к покупке. Ну а я на этом буду заканчивать, если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте под ним лайк, подпишитесь на мой канал, группу ВКонтакте и Твиттер, если еще не подписаны. Купить Lenovo Legion 5 вы сможете в магазине Play.ru по ссылке в описании. Ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока!